Приветствую вас, давайте расперем ваш текст. В первую очередь я бы хотел сказать, что не стоит, наверное, обезать такие большие тексты в общем разделе, потому что не все захотят такой большой объем читать. Если вы хотите большее количество ответов, то нужно, конечно, немного более сжато. Плюс ко всему психологам не особо много текста нужно, потому что в большинстве случаев большие текста содержат либо какие-то подробности, которые совершенно психологу не нужны, либо в принципе все одно и то же. Вот у вас, мне кажется, все одно и то же. То есть вы, получается, сначала сближаетесь с человеком и как бы постепенно раскрепощаетесь. Ну вот, к вам мужчина привязывается, да, прикипает как-то. Вот, дальше он делает шаг на сближение, вы, ну типа, его как бы останавливаете. И, значит, после этого где-то в каких-то моментах вы эмоционируете. Эмоционирование – это неуверенность в себе, да, и определенные страхи. Это первая проблема. Вторая проблема заключается в том, что, на мой взгляд, у вас довольно мало личностного взаимодействия с мужчиной, да, и больше вот гендерного. То есть у вас как будто вся основа для отношений – это гендер. В этом и проблема. Потому что человек, вы достаточно интеллектуальный, достаточно глубокий. И, соответственно, вот есть у меня такое ощущение, что общение с мужчинами, да, оно слишком низкоуровнево для вас. Вот. Поэтому поработать с теми моментами, которые я озвучил, нужно. Это в отрыве от мужчин. И переключить внимание, да, на то, опять же, что я сказал, то есть на личностный аспект, а не гендерный. Вот. И я думаю, что все у вас будет, в принципе, нормально. Значит, можно ли было спасти отношения, улучшить их? Не знаю, я думаю, что нет. Потому что, как мне показалось из вашего текста, что довольно много вы регулируете отношения. И так, то есть, ну, вы их вот контролируете, да, вы их вот как-то направляете, да. И дальнейший контроль, да, он мог бы как-то выправить отношения, но сделал бы их более кристаллизованными. Еще мне, конечно, показалось, что вот оба мужчины вам говорили, чтобы вы не переживали, чтобы вы не парились. Вот мне кажется, что вы излично большие отношения преддаёте факту отношений. Может быть, интимная сфера, вот. Может быть, просто факту пребывания в отношениях. То есть, есть такое ощущение, да, что вот нет легкости в отношениях с вами, у мужчин. И дело не в том, чтобы она была, потому что не все люди её хотят. Кто-то хочет действительно таких очень серьёзных таких всё отношений, кто-то нет. Дело в том, как вам, комфортно ли вам в этом. Вот. Если комфортно, то партнёра нужно искать по, ну, как бы, исходя из этого. Если нет, этот вопрос нужно решать. Далее. Значит, у вас есть три ступени поведения, да. Даже, наверное, четыре. Ну, пока давайте просто их перечислим. Вначале вы сдерживаетесь. А потом вы эмоционируете. Эмоционирование – это вследствие того, что вы сдерживаетесь, исправляете какую-то свою реакцию. Дальше вы извиняетесь за это. И потом, либо человек вас обвиняет, вы чувствуете себя униженной. Либо вы начинаете жалеть о том, что вот там какие-то, ну, какую-то энергию, да, ресурсы вкладывали в человека. Так вот, решением этой проблемы было бы умение выражать то, что вам хочется, да. То есть, к примеру, вот не хотите вы торопиться, допустим, да. Ну, то есть, есть ощущение, что вы торопитесь. А вот желательно здесь выявить, как бы, вот этот момент, окей, может быть, мы и торопимся, может быть, да. Ну, то есть, действительно, вот, может быть, есть какой-то элемент торопливости здесь. Вот, но, чем для вас это, ну, не желательно. То есть, то есть, вот, ну, грубо говоря, ну, буквально, что это за чувства у вас? Что для вас это значит? Что вот вы, ну, по вашему мнению, да, торопитесь. Вот. Как это вы торопитесь? То есть, что это такое? Такое. Вот. И вот на эти вещи, как мне думается, нужно обратить вам свое внимание. То есть, немножко более, скажем так, полно понимать, да, и более полно отдавать себе отсчет в том, что вы чувствуете и чего вы хотели бы. Да. Вот. Потому что проблематика эмоционирования, да, она вот такая, она вот в этом, она про это. Ах, к, ну, к сожалению. И вот до тех пор, пока вы будете, значит, пропускать эти аспекты, так скажем, да, ну, будут у вас в этом смысле, конечно, проблемы. Ну, вот примерно, как-то вот, значит, в таком ключе, да, примерно, вам нужно, на мой взгляд, работать и двигаться. И, как мне кажется, тогда у вас не будет, не будет таких проблем. Вот. То есть, я, конечно, понимаю, что вы говорите, что, там, по энергетике вы, значит, ну, подходите друг другу и так далее. Но, как-то это, знаете, не очень выглядит значимо. Во-первых, отношения у вас с сексом начались, да. Вот. Вторые отношения начались, значит, с повзглядом на жизнь, реакциям и эмоциональности. Мы идентично смотрим на построение отношений, привязанное восприятие партнера и на семейное будущее, пишите вы, да. То есть, у вас просто одинаковые взгляды, и вы думаете, что, ну, вы думаете, что вот эти одинаковые взгляды, да, они вам, ну, помогут отношения лучше, ну, лучше, лучше, лучше построить. Нет. Потому что одинаковые взгляды очень часто приводят к только лишь конфликтам. Вот. Ну и чувствуется, что вот если с первым молодым человеком у вас одна модель поведения, это вот, значит, то, что все началось. То есть, со страсти, да, то во вторых отношениях вы пытаетесь, как будто бы, ну, немножко уже по-другому, значит, себя вести. Вот. Вы пытаетесь иначе себя вести, вы пытаетесь контролировать, там, и т.д., и т.д., и т.д. Вот. Ну, на мой взгляд, на мой взгляд, это говорит о том, что, ну, как бы, вот, под вопросом то, что вы чувствуете к мужчинам, да. Вот. И, на мой взгляд, вот этот аспект, то, что вы чувствуете к мужчинам, очень важно тоже выявить, да. То есть, что вы чувствуете к человеку, вы говорите, что там, значит, общее, вот все общее, да, похоже и т.д. Вот, ну, это, конечно, хорошо, но такое ощущение, что вы ищете просто, ну, вот, знаете, человека, с которым вам было бы, ну, как это сказать, ну, удобно. Вот. Вот. И в этом, в самом по себе, плохого-то нет ничего, в том, что вы ищете такой человек. Но, проблема в другом, то, что, вот, это влияет, к сожалению, на отношения, понимаете. Это влияет на то, как вы, ну, относитесь, да, как вы воспринимаете, ну, партнера, вот. Его желания, его какие-то, ну, приоритеты, да, и т.д., знаете. И вот в этом, в принципе, на мой взгляд, и заключается ваша проблематика. Вы пытаетесь, пытаетесь построить отношения, как будто бы, вот, головой. Ну, на это вот косвенно намекает просто, что вы уделяете, значит, вот, какое-то внимание вы уделяете семейным отношениям, да. Ну, тут говорят, что вот о будущем, я так подозреваю, вы думаете, вот, то есть пытаетесь контролировать. А при этом у вас есть вот в этом, ну, в этом смысле, да, у вас есть эмоциональность. Значит, это эмоциональность, она немножечко, значит, ну, как бы, рушит, вот, образ ваш, может быть, даже не образ, а поведение, вот, несколько саботирует его. Поэтому, вот, нужно вам, на мой взгляд, эм, со своими эмоциями, да, вот, в какой-то степени, эм, научиться дружить, да, чтобы они не перекрывали, эм, ну, вот, как бы, все остальное, да, грубо говоря. Вот как-то так, удачи вам.